всем привет всем привет сегодня мы поедем в парк который находится за гуанчжоу за городом фашань это 90 километров да это парк в котором находится мост со стеклянным полом в общем походим по этому стеклянному мосту посмотрим парк там есть другие различные развлечения посмотрим увидимся вам покажем так в общем мы приехали припарковали свой автомобиль интересно кстати парковка такая здесь деревья выращиваются там идет канала так это все вот именно в таком духе мне кажется они хотят вырастить такие вот деревья да и тогда будет такая парковка крытая до живая крытая парковка хотя может быть я ошибаюсь полтора часа где-то мои ребята ехали куда мы приехали вон нас интересуют тот мостик облачили шляпы зонты взяли жара прям нереально в этой кепочке глуповато выгляжу но у меня больше ничего не было это еще кстати кепочка с таиланда раз и вообще прям ниндзя и мои вот все потому что не гожа загорать ребята не гожа в общем наблюдаем вот такую такой момент он мужичок стоит обливает и за сколько это стоит но он общем обливает машину спасаются таким образом от жиры наверно но вот это отказался так понимаю подъезжаешь он тебе полностью обливает водой и ты дальше от самой парковки стоят вот эти мужчины показывает куда идти общем по дороге было предложено купить купальник мы с собой кстати не взяли такой какой ваша до 80 но я предлагаю хотя бы по 30 до взять не все и не париться 80 мы в декатлоне за 80 и они там можем такой шикарный купальник вы смотрели то что здесь есть этот стеклянный мост хотим на него попасть вот и тут узнается что здесь какой-то парк есть еще типа аквапарка ли что-то такое ребята разобрались по ценам взрослый билет стоит 100 юаней какой-то motopark and water парк со стеклянным мостом то это получается 168 юаней взрослые все то же самое детские 80 и 128 слушайте я это место припоминаю вероника ты помнишь ты помнишь ты здесь была уже с тобой были вообще мы здесь были мы здесь даже видео что-то снимали в общем были мы в этом месте оказывается от садика вероника была маленькая и не помню в общем таким образом мы тоже приезжали клевенькое местечко но оказывается здесь есть стеклянный мост почему мы его не видели тот раз я понять не могу может его построили буквально недавно аттракционы поставили колесо обозрения поставили вот это дерево но не настоящая а поляна да настоящая так ну пойдемте посмотрим что в нашу эту сумму входит что я узнаю вот это поле на этом поле мы были соревнования у нас помните не соревнование он там происходило там в общем соревновались так время у нас уже два часа время обеда видео ребята оставлю в описании надо еще вспомнить как он называется это было давно давно здесь нас кормили было общем заплачена одна сумма в садике кажется до садика заплатили в эту сумму входил вход парк обед здесь и целый день провести здесь время пусть и капец там так громко мы решили перекусить вот именно таким способом что там очень дорого там комплекс на пятерых человек 388 юаней там много еды зачем в общем набрали всякое такое вот такое вкуснотищие перекусочных местная булка рыбные шарики пельмешки и по сваренной в чай до чаще крыло и удачу его тушеная но это дайкон с мясом на исповеди короче редька вкусно жилистое мясо около 100 юаня вышла наш обед что приятного аппетита а вот здесь в общем вход на стеклянный мост а слева вы можете наблюдать стройку мы подъезжали думали здесь аквапарк большой а здесь вот смотрите только-только еще все это развивается строится все мы на мост идем блин слушай палатки такие низкие очень мне прям мне прям приходится вот на каблуках нельзя чтобы родители контролировали детей за руку держали да я понял сейчас нам бахилы я так понимаю что выглядит это видимо отметили то что мы были уже на мосту на мост наверное один раз можно ты думал что мы на эскалаторе тут будем подниматься до самого это такой бонус в конце нас ждал эскалатор но я вот я как бы могу пройти по центру я тебя поснимаю прямо ты пройдешь он боится он сильно боится высоты особенно боится по стеклянным мостам ходить ой он шатается ты чувствуешь вот мне так больше нравится я не понимаю в чем прикола тебе нравится ходить вот прям по стеклу страшно как будто бы трескается пусть и нужно стекло уже достаточно так поцарапали я хочу вам сказать охрана кстати по сетов входит здесь вот смотрите в салатов жилетка напарни ругался что я стою у меня просто наш передо мной встали мне пройти нельзя просто все я пошел страшно ну найти было бы страшнее если бы деревьев внизу бы не было правильно они как-то дают именно ощущение ощущение чтобы высоту да да скрывает высоту правильно ты сказал а вот здесь много я пройду по мостику так а здесь мы можем наблюдать собственно весь парк расширяется видно видно что расширяется я не один такой вот идет впереди мамаша с ребенком и она прямо от всех разгоняет смотрите он там идет толпа ой там стоит толпа смотри смотрите так она у прям она прям всех разгоняется 3 внизу водоем смотри как красиво да красиво что это такое непонятно но я чувствую вон там и буду на машинке спускаться польки нормально вообще не страшно того ходить тебе вот пофиг да вот как бы ну вот идешь идешь да ничего не происходит а под тобой то что-то нету там ничего нормально вообще нет нормально я не могу я ведь и когда стою ребят я вес большой зачем испытывать вдруг мост рассчитан на китайцев я предлагаю aqua парк отсюда начать свой купальники купили купили одеваем и ныряем ну если грамотно воду зайти то я думаю что не разобьешь ногами пяточками показывает ножку папа мама тут стали в общем здесь еще функция есть на мосту вот эти ребята в желтых майках фотографируют дают чек давай улыбайся и если фотография хорошая за 20 они можно выкупить фотографию мы сфотографировались я наоборот мне страшнее вот здесь ходить здесь мне не страшно тебе не страшно здесь почему объяснить чуть-чуть чек наш не потеряла мне здесь нормально я понимаю что здесь железная конструкция я по ней иду я судьбу не испытываю но я могу вполне пройти здесь но мне не очень кайково я такой вообще прям не трус я не хочу все закончили смотрите какой я ее ее и конечно тут покрасили стекло это обычное стекло вне зоне ту нету лет экран куда записали смотрите всем идем и как будто бы вот водичка такая типа мы идем по воде я же говорю там очень супер очень они стоит санки я так понимаю еще очередь очередь на санки вот есть три варианта зиплайн вот такой вот самолетик четырехместный и санки-санки-санки вот это ржан то есть вы прямо по максималке да за экстрим да паши волку моё паши как бы куда декородика плёки такие вот короче детей не пускает хотя здесь смотрю до метра двадцати нельзя свыше метра двадцати можно наши уже метр тридцать уже наверно вес горит маленький говорит поедешь поедешь где-нибудь он там застрянешься придется мне одному ехать значит мне можно туда я пошел почему пошлите меня не пустили короче говорит поехали на санках вместе там четвером сядем и поедем он так отдали сто шестьдесят я не за четыре билета а мы на такой уже спускали до джухая ребят статья антоли мы забрались на большую гору а потом спускались все четвером вот на таких тележках прикольная такая ситуация была вот все 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 таки не заснимешь иду только по краям моста мы сейчас возвращались сфотографировали всей семьей на телефон иду по краям осталось так отойдут и на мне мне на встречу идет женщина я гранит игру я не уступлю тебе я буду идти тут она стоит как хочет боится короче мне обходить по стеклу итоге короче я грудой давай 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 она посмеялась пошла так все на тележке блин все все погнали батарейка бы не ссорила давай-давай 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 поехали ого вы что там толкаетесь мне ой 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 чё то как то каковато я скажем Я нос ударилась. Нос ударилась? А по мою коленку носом ударилась? Да. Я слышал, вы там громче всех кричали. Ника как-то не кричала. Мне было страшно, я думал, что мы сейчас вот так просто раз и перевернемся. Так было весело. Весело, да. Весело. Тут еще, смотрите, вот еще такое есть развлечение за 20 юаней. Здесь есть вот такой рок. Мне кажется, надо что-то покричать туда или подуть туда надо будет. И чем громче крикнешь, тем выше будет фонтан. Давайте сюда. Раз, два, три. Громче. Давай быстрее, Вероника. Да чего ты? А чего происходит у вас? Ну одна сама сделай и все. Я не хочу летать. Клево. Мама, давайте, ты. Аааа. Если ты протяжно кричишь, то он поднимается до определенной высоты и все. Думаешь? Думай, да. Мне кажется, она нажимает кнопочку и оттуда выскакивает вода. В общем, такое развлечение. Ну, интересно, прикольно. Здесь мы сейчас будем выбирать наши фотографии. Сейчас посмотрим, если фотография хорошая, то мы лучше возьмем в электронном варианте, потому что принтер дешевый, мне кажется. Так, ну, мне кажется, мы на телефон лучше сфотались. Да, не стали брать фотографии, на наш телефон лучше получились фотографии. Это все, не каждая. Все, давайте, чешите, только это, про нас не забывайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы очень хлебо покупались, посмотрели мост, вот. И сейчас уже парк закрывается. Вам понравилось? Да! Что больше всего понравилось, мост или вот это, аквазона? Без аквазона было бы очень тяжело. Да, здесь еще очень много мест, аттракционы, можно половить рыбок, есть фруктовая и овощная ферма. Можно пособирать овощи, посмотреть, как они растут. Тут спектакль детский проходит, еще есть место, где полоса препятствий, где мы там ходили, помнишь? Разные мостики. Мы очень много не успели посетить, потому что приехали ближе к обеду. В общем, надо пораньше выбираться в такие места. Посмотрите, сколько мест еще есть. Есть парк развлечений, физикал девелопмент, это тоже там все, пикник и барбекю. В общем, много-много-много какой-то фан-павильон и скрим айленд. В общем, много-много можно было посетить еще. Хоть парк уже и закрывается, но мы хотим успеть покачаться на качелях. Смотри, там какой красивый вид. Да, красивый вид. Горы и разные посадки, грядки. Я решил за своими девчонками подъехать. Ну и что вы там делали? На качеле какой-то качались там? На че? Куда? В одно окружочек. Они даже не пахнут даже. А они улетят от сюда. Вот так мы, ребята, решили закончить наш день. Прекрасный день, да. Наш прекрасный день, да, который подходит к концу. Пока ехали, решили поехать в центр наш любимый ресторан. Это, ребята, безлимитный мясной ресторан. На нашем канале уже есть видео про это место. Очень много просмотров по этому видео. Ссылку оставлю в описании, если интересно. Смотрите. Так, ну что, подведем итоги, может, какие-то. Как день-то прошел? Супер? Понравился? Ну, вам, наверное, больше всего понравился этот аквапарк, наверное, да, понравился? Мне все понравилось. Все понравилось. А мне, конечно же, ребят, понравился стеклянный мост. Вот это было что-то незабываемое. Да, да, да. Особенно для тебя, я так понимаю, да? Не очень было приятно ходить по нему, но виды очень понравились. Все. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, ребята. Всем пока. 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 Пока.